Приветствую всех поклонников танковых сражений с Fire for Fire. Сегодня мы рассмотрим и выберем лучшую немецкую пантеру. Всего их в игре восемь. Шесть представлены за немецкую сторону, одна трофейная пантера досталась Советскому Союзу, и одна находится у Франции. И это, не читая еще двух самоходок и зенитку на базе этого среднего танка. Если бегло взглянуть на все пантеры, то мы увидим, что каких-то кардинальных отличий между модификацией нет. Единственное, что бросается в глаза, так это пантера 2. Но так как это прототип, ее впоследствии убрали из ветки прокачки, мы о ней поговорим отдельно. А пока рассмотрим первые пантеры. Самая младшая, по боевому рейтингу, будет пантера D. Учитывая, что балансировщик закидывает технику на плюс-минус один, то мы можем попасть против пв-шек с пушкой ЗИС-5, или против три четверок с пушкой ЗИС-4. Для них мы являемся наиболее опасной техникой в бою. Все пантеры обладают пробивной 75 млн, метровой пушкой. Если, к примеру, три четверки, чтобы нас поразить, нужно прицеливаться и попасть прямо в башню, то мы на пантере спокойно стреляем в ЕСУЛЭД и отправляем в ангар. Но с низкими БРами пантера воюет далеко не всегда. В основном нашими противниками будут как раз таки танки нашего боевого рейтинга, или выше. Пантера, модификация D, отличается медленным поворотом башни. В топе этот показатель доходит всего до 6 градусов в секунду. Приходится доворачивать корпусом, а это не всегда удается сделать, особенно в условиях городского боя. Лобовая проекция брони неплохо держит удар, но только в том случае, если нам попадают исключительно по корпусу. В башне полно уязвимых мест. И учитывая также тонкую броню во рту в башне и корпуса, нас может уничтожить даже зенитка. На случай таких непредвиденных обстоятельств у нас имеются 6 дымовых гранат, которые помогут нам избежать лишнего огня. Отстреливаются они все разом и летят по направлению башни. Что насчет геймплея, то играть на пантере нужно осторожно, не сильно вырываться вперед и не подставляя борта. Также стоит опасаться авиации и артиллерии. Броня крыши тонкая и нас запросто прибивает крупнокалиберным пулеметом или пушкой. Но несмотря на все эти сложности, модификация D показывает себя достойно. Далее идет пантера А, на мой взгляд, лучшая из всей серии. Во-первых, ее двигатель мощнее на 50 л.с., а во-вторых, башня вращается намного быстрее. В топе этот показатель доходит до 24 градусов в секунду, что является абсолютным рекордом среди всех пантер. Да, наш боевый рейтинг увеличился до 5.7, но в среднем мы встречаем все те же танки. Изменений по броне не было, если только не считать появившийся пулемет на ВЛД. Странно только то, что в игре он не стреляет. Хотя с другой стороны, у нас и так достаточно пулеметов. К примеру, появился командирский МГ-34. В бою пантера А чувствуется пободрее. Она гораздо приятнее в управлении, чем предыдущая модификация. А пушка по-прежнему позволяет шотать большую часть противников, даже на приличных дистанциях. Стрельба на 2 километра по ИСам или Тричетверкам не кажется, чем-то недостижимым. Также на боевом рейтинге 5.7 имеются еще две пантеры. Это Пантера Г и Ирзац М10, замаскированная пантера под американскую самоходку. Про операцию Гриф я вам уже рассказывал в отдельном ролике. Ну а про диверсии в симуляторных боях есть отдельная рубрика под названием записки диверсанта. Ирзац М10 это интересная пантера. В первую очередь тем, что двигатель у нее на 700 л.с., прямо как у модификации А, но отсутствует командирская башенка, которая в реалиях игры только мешает. И что самое главное, борта корпуса вместо 40 мм стали 50 мм. При этом масса танка никак не поменялась. Тут можно было сказать, что мы получили все самое лучшее, но все же скорость ворота башни уступает пантере А, и также отсутствуют дымовые гранаты. Но в целом Ирзац М10 отыграют примерно так же, как и пантера А. А вот пантера Г, как по мне, одна из самых худших пантер, в первую очередь из-за слабого двигателя, мощностью всего в 600 л.с., даже максимальная скорость упала до 46 км в час. Ну а главным изменением стала другая форма маски орудия. По идее, она должна была понизить шанс рикошета в корпус, но по факту в игре танк и так пробивается в башню, так что особо это ни на что не повлияло. Лучше всего пантера Г играется на второй линии, потому что в отличии от Ашки, лейеризация, она проигрывает им в динамике. Кстати, дымы на этой пантере уходят по одному, с промежутком в 5 секунд. Ну и типичный задний ход пантеры не дает нам сменить быстро позицию, приходится разворачиваться под огнем, подставляя порт или корму. Далее следует пантера F, единственная из первых пантер, которая занимает боевый рейтинг 6.0. Все из-за то, что изменилась форма башни, она стала чуть защищеннее, но разницу вы почувствуете только на большой дистанции. Вблизи как вас пробивали 3-4 кейсы, так они и будут пробивать. Двигатель и коробка передач досталась нам от пантеры Г, так что динамики нам не видать, учитывая, что мы еще и прибавили в весе. По итогу, башни вращаются медленнее, боевой рейтинг стал выше, единственный плюс это увеличенная броня крыши корпуса и башни. Теперь, по крайней мере, с браунинга нас не пробьют. Ну и еще быстрее стала перезарядка, но разница несущественная. На 6.0, напоминаю, уже есть ягд пантера, которая будет лучше нас во всем. И мы подошли к пантере 2. Ее можно читать эксклюзивом для тех, кто когда-то прокачал немецкую ветку танков. Боевой рейтинг 6.7, что отправляет нас в бой вместе с королевским тигром. Мощность нашего двигателя возросла. Теперь аж 900 лошадиных сил. При этом и вес машины увеличился на 7,5 тонн. Динамика приемлемая. До необходимой позиции мы доезжаем. Правда, на таком боере все равно нам особо нет смысла рваться вперед. Броня хоть и стала лучше, но все равно недостаточно, чтобы танковать британские или французские снаряды. Башня по-прежнему прибивается большей части орудий на этом боере, а корпус уже не всегда отбивает снаряды. Вся прелесть второй пантеры в ее 88-митровой пушке, которая отлично справляется с вражескими танками, но больше мне понравился ее задний ход. Наконец-то мы хотя бы можем быстро отступить. Отдельно хочется отметить работающие приборы ночного видения, которые раньше были в игре как декораторы. Хотя особо они нам не пригодятся. И как по мне, все еще мешает геймплею. Потому что силуэты у пантеры высокие, а дополнительные кондитерские пнв делают ее еще заметнее. В целом, вторая пантера играется как облегченный аналог королевского тигра. На броню особо полагаться нельзя, и стрелять нам необходимо первыми. В этом случае нам помогает неплохая динамика. В заключении, я могу сказать, что самой сбалансированной и универсальной пантерой будет модификация А. Затем идет Эрзация М10, Пантера Д, чисто за счет сниженного боевого рейтинга, и Пантера 2. А вот модификация Г и ЭФ уже на любителя. В комментариях можете написать ваши любимые модификации пантер. Заглядывайте в описание, и до новых встреч. Пока-пока.